Тысячи жителей Иркутской области буквально заперты на верхних этажах своих домов. Лифты в них требуют срочной замены и кое-где не работают по полгода. И вроде бы и нашлась компания профессионалов, пообещавшая исправить ситуацию. Деньги на работы уже выделены и даже освоены. Вот только в жизни людей не изменилось ничего. С подробностями Алексей Дегтярев. Сквозная дыра из подъезда в комнату над детской кроватью годовалой Виктория образовалась за несколько дней до ее первого дня рождения. Такой подарок малышке преподнесли сотрудники компании «Звезда». Организация уже почти 7 месяцев занимается заменой лифтов в городе. Начали они там делать свои работы, ну, лифтовому пожелали. И получается, вылез, то ли чопик вылез, то ли кусок арматурив, вот так и сына не разбирали. Ну и сразу вытащили обратно туда, к себе его. О проблеме с заменой сотен лифтов в городе прекрасно известно губернатору Иркутской области. Недавно Сергей Левченко заявил, проблема будет решена. Эти работы проводят специалисты ООО «Звезда». Владельцем которой является Андрей Ядрышников, член избирательной комиссии от КПРФ и бывший юрист ЗАО «Стальконструкция». Фирма, которая долгие годы принадлежала самому губернатору. Теперь все активы в управлении сына. Сложно представить, что у Левченко будут проблемы при решении вопросов, по сути, со своими. Только послушайте, как он их накваливает в публичном пространстве. Проводим конкурсы, выигрывает неизвестно кто, а потом мы с ними боремся. А вот потом нашли нормального подрядчика, и он поставил нам за год 400 лифтов. Это достаточно серьезная работа и хорошие лифты. Вот только согласно базам данных с парку, этого так называемого нормального подрядчика, ООО «Звезда» уставной капитал не превышает 10 тысяч рублей. А сотрудников всего двое. Разрешение на такие работы и вовсе получили перед самым первым тендером на четверть миллиарда рублей по замене лифтов в Ангарске. Деньги из бюджета ремонтники получают стабильно. Правда, жителям верхних этажей от этого не легче. Более 4,5 тысяч ангарчан страдают от халатного выполнения своих обязанностей ООО «Звезда». Подрядчик получил аванс 30% и в процессе выполнения работ эта сумма была доведена до 70%. Данные по счету это подтверждают. Лифты более полугода не работают. И люди, живущие на верхних этажах, оказались заперты в своих жилищах. Когда будут готовы лифты, не говорит и заместитель генерального директора «Звезды» Виктор Обозов. Он, кстати, помощник Андрея Левченко. Сын губернатора тоже депутат-коммунист. А еще в биографии несколько уголовных дел и громкий скандал. С растратой почти двух сотен миллионов при строительстве одного из торговых центров. Все это связано с семейным бизнесом старшего и младшего Левченко. ЗАО «Стальконструкция». Процесс очень трудный, тяжело было. При этом в процессе переговоров непосредственно приезжал сам Левченко старший. На тот момент он еще только готовился стать губернатором. Он сказал, что да, деньги мы получили, но возвращать мы им не будем. Они находятся у нас в хозяйственном ведении. Где у кого он не объяснил. Успешный победитель, как это принято говорить в таких случаях жирных гостендеров, ООО «Звезда» взошла на бизнес в небосклоне Иркутска сравнительно недавно. Хозяин конторы преданный Левченко юрист из их семейной компании «Стальконструкция». Андрей Ядрышников, юрист по образованию, он стал самым успешным поставщиком лифтов в Иркутской области. Мы, конечно, ни на что не намекаем, но никому неизвестная компания сходу выигрывает конкурс на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. Сама «Звезда», которая является основным подрядчиком, заключает множество договоров с иными подрядными организациями, которые фактически выполняют эти работы, все вышеперечисленные лица ненадлежащим образом контролировали ход и качество этих работ. В этом случае простая человеческая жадность, видимо, поборола здравый смысл. Сложно назвать деятельность «Звезды» работой. Компания, скорее, выполняет роль фирмы-прокладки, в которой оседают основные деньги. Именно эту компанию так нахваливает губернатор Сергей Левченко. С весны прошлого года сотрудники небольшой компании «Звезда» остановили в Ангарске сразу 105 лифтов. Для чего? Все просто. Для того, чтобы получить больше авансовых платежей. Сейчас с горем пополам запустили 85 кабин. Однако разрешение на эксплуатацию есть только у одной. Вот этот лифт, к примеру, сейчас работает. Однако, заходя в него, по сути, жители подвергают себя смертельной опасности. И действительно, согласно данным Ростехнадзора, одобрен запуск лишь одной лифтовой шахты. Все остальное эксплуатировать можно только на свой страх и риск. Но, видимо, сегодня коммерсантам из коммунистического лагеря не важно, сорвется кабина или нет. И в этом случае небольшое отверстие в стене над детской кроватью скорее олицетворяет сквозную дыру в бюджете области, через которую бизнесмены выкачивают сотни миллионов рублей. Алексей Дегтярев, Алексей Юстинов, Андрей Рачеев. Известие специально для РЕН-ТВ.